Здравствуйте дорогие друзья! Вы находитесь на канале прогулки по лесу. И сегодня у нас с вами будет не совсем обычное видео. Сегодня у нас с вами будет видео обзор на снегоступы канаден кемпер Raptor. Дело все в том, что в мои руки одновременно попало две пары таких снегоступов. Raptor 925 и Raptor 1034. Я думаю, что для тех кто не в курсе, следует пояснить, что цифра в названии модели не что иное, как размер снегоступа, указанный в дюймах. То есть снегоступы канаден кемпер Raptor 925 это снегоступы, ширина которых 9 дюймов, а длина 25. В целом снегоступы канаден кемпер Raptor выпускаются в четырех размерах. 925, 927, 930 и 1034. То есть у нас сегодня с вами на тесте присутствуют две крайних модели в этой линейке. Самые маленькие 925 и самые большие 1034. Поэтому, как мне кажется, этот тест будет наиболее интересен. То есть мы с вами можем посмотреть на разницу между самыми маленькими и самыми большими снегоступами. А теперь надо сказать несколько слов о конструкции этих снегоступов. Во-первых, я хочу заметить, друзья, что вот в такой красно-белой расцветке вы их вряд ли сможете найти в магазине. Потому что вот эти конкретно снегоступы я покупал около 10-12 лет назад в подарок своему другу. Сейчас эта модель производится в черно-зеленой расцветке, такой же, как вот мои 1034, которые мы сейчас с вами тоже будем тестировать. Конструктивно, значит, они исполнены довольно-таки просто. Это алюминиевая рама, внутри которой на вот таких вот черных хомутах, которые держатся на заклепках. Расположен лист эластичного пластика. Как я сказал, что вот эти снегоступы им около 10-12 лет. И вы можете видеть, что, в принципе, никаких повреждений этот пластик за это время не получил. То есть у него нет никаких трещин. Он довольно-таки эластичный, не лопается. С ним все в порядке. Внизу у них находятся вот такие металлические кошки, чтобы вы могли передвигаться по льду. Крепление для обуви находится вот на таком качающемся шарнире. Вы можете видеть. А обувь, собственно, фиксируется сзади. Задник ботинка у вас фиксируется вот таким ремнем, который имеет регулировку. А, собственно, передняя часть ботинка и подъем фиксируются вот такими ремешками с трещотками. Что, собственно, выглядит ровно точно так же, как у какого-нибудь сноуборда. Кто катался, знает. Это крепление очень надежное. В то же самое время простое. Хорошо фиксирует ногу. И, в принципе, с ними никаких проблем никогда не бывает. Мои снегоступы 10-34 очень мало чем отличаются от снегоступов Игоря 9-25. Кроме цвета никаких серьезных отличий нет. Единственное небольшое отличие это вот эти заклепки, которые просто-напросто имеют немножечко другой форм-фактор. А так все то же самое. Такие же кошки снизу, такие же крепления, такие же стрепы. Точно так же качается крепление здесь. Вот. То есть, в принципе, мои снегоступы, они точно такие же, просто немножечко больше. Некоторое время назад канадин кемпер обновили линейку снегоступов Raptor. И теперь они очень сильно отличаются от тех моделей, которые у нас сегодня с вами на тесте. У них совершенно другой формы рама. У них отличается форма пластика, которая находится внутри этой рамы. У них совершенно другое крепление. Собственно, оно имеет подпятник подпружиненный, что, как говорят, облегчает ходьбу. Вот. У них совершенно другая система кошек и абсолютно другие ремешки. Они уже не такие, как на сноубордах. То есть, там нет вот этой вот трещотки пластиковой с зубчиками. Вот. Там совсем другая затяжка. Я никогда в жизни не пользовался этими снегоступами. И поэтому я прошу вас, если кто-то имел опыт эксплуатации подобных снегоступов, новые вот этой модели, пожалуйста, напишите и расскажите о их преимуществах или недостатках. Я думаю, что это будет очень интересно. Ну что ж, ребята, а теперь нам пора выяснить, какие снегоступы окажутся лучше. Устроим настоящий тест-драйв. Погнали! 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 Итак, друзья, давайте, чтобы не быть голословным, измерим глубину следа. Значит так, смотрите. У меня получается около 30 сантиметров. Напомню, это след от снегоступа Raptor 925. Теперь давайте посмотрим, как 10-34 себя поведут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, друзья, а теперь давайте измерим глубину следа от снегоступов Raptor 1034 Берем нашу рулеточку, опускаем Ну и в принципе вы можете видеть, что глубина снега здесь где-то около 25 сантиметров Что на 5 сантиметров меньше, чем у снегоступов Raptor 925 На мой взгляд, эта разница не критична и при ходьбе она в принципе не сильно ощущается Не знаю, может быть если идти на большое расстояние, то да, наверное, скажем так, на вашей усталости это как-то отразится Но вот при таком режиме походить где-то недалеко вообще нет никакой разницы, абсолютно не ощущается Итак, дорогие друзья, для большей объективности мы с вами должны измерить глубину следа, который я оставил без снегоступа Итак, берем нашу рулеточку, опускаем в след И мы с вами можем видеть, что глубина следа без снегоступа равна 40 сантиметрам Итак, сегодняшний результат получается такой, без снегоступа 40 сантиметров В снегоступах Raptor 925 30 сантиметров И в снегоступах Raptor 1034 25 сантиметров Вот так, друзья Ну что ж, друзья, на этом наш обзор подходит к концу Надеюсь, что кому-нибудь он будет полезным А я прощаюсь с вами, до новых встреч Не забывайте подписаться на канал Всем пока!